В 2017 году партия «Единая Россия» тихо прикрыла проект «Чистая вода», начатый еще в 2006 году. Совершенно уникальный по своей необходимости проект предусматривал очищать воду в школах, детских садах и больницах на фоне того, что качество воды, текущей из кранов во многих регионах страны, близко к катастрофе. Из домашних водопроводов часто течет ржавая жидкость, наполненная железом, свинцом, мышьяком, литием, фтором, и бог еще знает, какими ядовитыми примесями. Под давлением явно заказных статей в прессе, инициированных некоторыми торговцами бутилированной воды, проект был оболган, как и великий ученый, изобретатель знаменитых фильтров на основе удивительного вещества – графена. И сегодня едва ли не каждый месяц от грязной воды страдают не только взрослые, но и сотни детей по всей стране. Сводками об этом переполнены новостные ленты. Но словно в насмешку, в 2010 году всего лишь за лабораторные опыты с тем самым графеном получили Нобелевскую премию по физике двое перебравшихся в Британию бывших российских гражданина – геем и новоселов. Один из которых облил грязью единственного человека в мире, умеющего производить чистый графен в любых количествах. Имя этого человека – Петрик Виктор Иванович. Жан-Тропа, Шнобелевский лауреат. Оскорбляю, потому что он произносил про меня самые грязные слова, я же его не трогал. Самое опасное, что сегодня в воде существует – это углерод-хлормолекула, имеющая канцерогенное значение. Что такое длительное плохое самочувствие после вирусного заболевания, в особенности после COVID – это интоксиканты. COVID попал в ротовую полость, именно это место его размножения, не в легких, господа. Наша встреча не будет полноценной, если вы сегодня собственноручно не проведете экстремальный опыт. Я к своим зрителям честен. И если я почувствую какой-то запах, я, конечно, эту воду пить не буду. Вы будете гарантировать, что у меня рога не вырастут или что-нибудь не отвалится? Только мы же вместе будем пить. Я хочу заинтриговать наших зрителей, что наша передача будет посвящена обязательно воздействию графенов на вирусы, на бактерии болезнетворные. Что с этим делать? Я слышал от вас, когда мы не включили еще камеры, что вполне возможно, что графен может использоваться и для эффективного лечения коронавируса. По порядку, Министерство обороны, институт, один из самых компетентных в мире медико-биологической защиты. Вы понимаете, о чем речь идет. То есть мы учимся защищаться от искусственно созданных объектов биологического порядка. Невероятно восхваляю этого человека, поскольку он, Чепур, директор института, лично неоднократно сюда приехал, получив результаты. Министерство обороны провело трехгодичное испытание нашего сорбента. Я пока имею в виду только МБЗ, институт медико-биологической защиты. Лично от министра обороны я получил разрешение, на какие документы можно показывать, а какие нет. Цитирую. Вода была заражена спорными формами. Спор вообще ничем не умеет. Чумы и сибирская язва. Вы понимаете, что это военные объекты. Вы знаете, что сибирская язва в трупе может пролежать сто лет в мёрзлом грунте, выброситься и атаковать. А теперь заключение. И вы скажете, кто же имел право дать такое заключение? Вода была заражена. Плотность заражения соответствовала таковой в возможных биологических атаках. Фильтры обеспечили стопроцентную очистку. Как это? А почему стопроцентную? Кто имеет право так написать? За три года не было зафиксировано ни одного проскока. Отдельный документ имеется на любые загрязнения, кишечная палочка и так далее. Отдельный документ. Это всё то же самое. Стопроцентная очистка. Отдельное заключение. Вирусы. Гриппа. Вирус гепатита. Так вот, послушайте меня. Мало кто понимает. У вируса нет возможности на вёслах подплыть к клетке. Контактировать с ней. У любого, в том числе и у коронавируса. Ни у кого нету, моторчиков нету, весел нету. Как происходит их встреча? Заражение клетки, поражение клетки. Встреча как? Для начала нужен контакт. Для того, чтобы вирус, классический вирус, кстати, очень красивый. Есть вирус, это в виде такой, как ракета космическая. Здесь у него шприц. Он садится, втыкает шприц, впихивает в неё свою дексирибонуклеиновую кислоту. И она начинает таких, как он производит внутри себя. Он переполняется, лопается, они все вылетают и выполняют свою работу. Задача каждого вируса сохранить свой вид, продлить ее и прочее. Так вот, внимание, каждая клетка имеет сильнейший положительный заряд в поле, свое поле. Оказавшись в этом поле, на вирусе формируется заряд, и электростатические силы его конъюнгируют. То есть положительный заряд клетки и фактически отрицательный заряд вируса? На нем нету никакого заряда у вируса, нету. Отрицательная клетка заряжена бактерией. Мы дойдем сейчас до этого. Просто на нем формируется заряд, ну как расческа, потерли, и все подпрыгивает, да, и прижимается. Правильно? Да. Электростатика называется. Именно так вирусы, такую человеческую клетку, возвращаются к нашему сорбенту. То-то красивое, что мы с вами произведем за столом. Это такой пушистый материал. И сначала мои фильтры были на нем. Но потом я сделал новейшее открытие. Подвергая их, я почти три года создавал этот генератор. В сильном электромагнитном поле. Они начинают конъюнгировать, образуя так называемые луковичные структуры. Каждая частица имеет сильный заряд. Наша... Давайте буду ее все время луковицей называть, а не луковичная структура. Наша луковичка заряжена. И если он к ней конъюнгировал, то ему никогда не соскочить. Мы не убиваем вирусы. Мы их вытаскиваем из воды вот этим способом, о котором я сказал, электростатически. Что касается кишечной палочки и всех других бактерий. Каждая бактерия, отрицательно заряжена, оказавшаяся в нашем поле. Заряд на ней нейтрализуется, и она тихо умирает. Я бы хотел бы с вами сейчас вернуться к понятию графену. Огромную работу, к огромной работе приступил. Кафедра химии под руководством Академика Шилова. За два года произвели 32 заключения о сорбционных свойствах графенов. Какие свойства он показал. Что изучал Московский университет? Как правило, они изучали параллельно со свойствами лучшего в мире сорбента. Мы будем не раз к этому возвращаться. А джак – это коконайт карбон, это кокосовый орех. Самый дорогой. Самый дорогой, если уж какая-то фирма, например, Байер, то она такой ставит, а не какой-нибудь там тайландский угольный или древесный. Вот с ним параллельно. Вы знаете, Андрей Иванович, трудно в это поверить. Но, например, по углеводородам сырая нефть. Кокосовый орех сорбирует 0,3-0,4 грамма на 1 грамм. Наш – 70 грамм. То есть в 140 раз. Это очень важный вопрос по углеводородам. И вообще по углероду мы к нему вернемся. Потому что это одна из фантастических, подстерегающих опасностей человека. Скажите, пожалуйста, в какой воде мы сегодня не обнаружим загрязнение углеводородами? Встречащаясь с хлором, образуется одна из самых опасных соединений, которые в сотни раз опаснее цианистого калия – источник канцероген. Сильнейший канцероген. Вы меня слышите, и никто не очистит воду. Есть только один сорбент в мире, который до последней молекулы. Вот это меня как раз, Виктор Иванович, очень интересует. Для наших зрителей такое понятие, как вода, чистая вода, сегодня становится не просто проблемой номер один, а просто желанием того, чтобы иметь дома эту воду. Во всей стране вода, которая течет из-под крана, она, как правило, такого рыжего цвета, очень много металла. Железа, да. Очень много. Если ее хлорируют, она воняет хлоркой. Гадостей столько, что в некоторых городах люди просто не могут жить. И был скандал еще связанный с графеном много лет назад, когда вы сказали, что графен очищает любую воду, самую грязную воду, и это нужно срочно делать по всей стране, очистные сооружения на основе графена для детей, для детских садов в первую очередь. И вдруг случилось то, что во многих газетах везде и везде против вас начались выступления о том, что это все профанация, что графен – это что-то непонятное и ненужное. Этой силой являлись производители бутилированной воды. Вы хоть понимаете, что это за бизнес? А теперь представьте себе, что в каждой квартире есть своя возможность. Кто же его и покупать? Производители фильтров, их фамилии нам известны. Я вас верну к одной единственной передаче. Это на всю страну было показано. В руках у него фотография. Мать на руках умирающего ребенка. Надпись «Фильтры Петрика убивают детей России». Это начало. А дальше продолжение. Вспышка менингита в Владивостоке. А теперь внимание. Во Владивостоке никто никогда не слышал о фильтрах Петрика. Это раз. Но самое главное другое. Менингит не перезаривается с водой. Но вы понимаете эту нелепость? А как вы думаете, какие средства требовались, чтобы за одну ночь возникло сообщество научных журналистов? 42 человека стали публиковать в своих изданиях любую дрянь. Появилась лаборатория Росинка. Никому неизвестное что-то, которое публикует, ну, совершенно чушь. От стиральных порошков фильтры не очистили, оказывается. От стиральных порошков. То есть, лишь бы что-то происходило. А они видели все вот эти люди? Ведь у вас же вот в интернете есть съемки ваши. Как вы делаете графен? Потом, как вы мешаете всякую грязь буквально из луж, пропускаете через этот фильтр? И получается вода. Я еще попрошу вас сегодня, чтобы мы все это продемонстрировали уже не из исторических кадров, а сами. Наша встреча не будет полноценной, если вы сегодня собственноручно не проведете экстремальные опыты. Экстремальные. Если вы сегодня не увидите, в мире не существует, а, первое, более чистого и более безопасного сорбента. Виктор Иванович, а я смогу, если мы действительно проведем опыты, я смогу вот после этой грязи, я как бы к своим зрителям честен. И если я почувствую какой-то запах, я, конечно, эту воду пить не буду. Я, конечно, мне уже так страшновато, потому что слишком сегодня мы боимся всей этой грязи, которая связана с водой. Как бы вы будете гарантировать, что у меня там, не знаю, рога не вырастут или что-нибудь не отвалится? Только мы же вместе будем пить. Вот это очень интересно. Особенно на фоне пандемии, которая сегодня кругом, просто буквально, я вижу, как в воздухе летают эти коронавирусы. Это что, можно как-то избавиться и от коронавирусов с помощью вот этой воды? Я сказал, любых видов вирусов, и мы будем говорить про коронавирус сегодня совершенно отдельно. Я бы хотел с вами сейчас вернуться к понятию графен. Так. Мы отклонились на атаки. Самая грозная часть, которая была, это подключившаяся некая комиссия по лженауке. Да, было такое, да. Которая состояла из президента этой комиссии, который заявил следующее. Графеновый сорбент чрезвычайно опасен для человека, поскольку вот эти графены режут клетки. Это все равно, что взять этот лист и сказать, что мы бетон проткнем. Как он пояснил, как мы очищаем Кока-Колу? Вы слушаете, говорит ученый. Он говорит, он сначала сорбент смешивает с чистой водой, смачивает с чистой водой. А потом, когда Коколу наживает, Кокола воду отжимает, и мы видим эту чистую воду. Скажите, это мог сказать ученый? 18 ядерных государств, учредители нашего Дубна-Ояи, знаменитого Объединенного института ядерных исследований Дубна, подписали и Ояи, Международный университет Дубна, и Виктор Петрик учредили новый институт, три учредителя, институт надмолекулярных систем и нанотехнологий, где я установлен научным руководителем, кроме учредительства. Это откуда такая честь? Я положил им на стол кремний, 8 девяток чистота. Для ядерной физики, для всей науки это абсолютное событие. Так вот, председатель комиссии положенауки прокомментировал это. Он сказал, Виктор Иванович заявил, что он впервые в мире вырастил монокристалл кремния. Что же это такое? Это выращено еще 30 лет назад, забывая добавить из газовой фазы. Из газовой фазы никто никогда, он специально это упускает. И для простого читателя что получается? И даже не для читателя, даже для не очень погруженного ученого получается, получается, ой, блин, мошенник-то что несет, кремний-то давно ведь выращен. Вы меня слышите? Все было очень умело. Шельмование проводилось очень умело. Недавно на пятом канале была передача «Скандал вокруг Нобелевской премии». Там речь шла о графене. Но мне известно, что вы получили еще в 2004 году патент США на производство графена. И вдруг в 2011 году Нобелевская премия по физике вручается бывшим российским гражданам Новоселову и Гейму за эксперименты с графеном. Мой вопрос, как могло так получиться? Нобелевку получают люди за эксперименты с веществом, которого они, похоже, и в руках не держали. А вы, обладающие патентом США, как бы оказались будто бы в стороне. И после этого я слышал, что вот эти двое людей, и Гейм, и Новоселов, очень нелицеприятно о вас отзывались. Напрашивается вопрос, какой-то между вами существует конфликт. Это научный конфликт, личностный конфликт. Ну, во-первых, Константин Новоселов никогда не сказал обо мне ни одного плохого слова. Никогда не заикнулся обо мне. Все, что происходит, это этот другой человек. Гейм. Гейм. Это я так заранее. Выгораживаю Константина Новоселова, который попал в эту историю совершенно случайно, прямо заранее сообщу. Он даже кандидатскую никогда не защитил. Это вот такой ученый. Ну, послушайте, тема такая сложная, но ее нужно посмотреть очень подробно. Итак, графен. Запоминаем это. Графен. Строение графита стало известно в 20-х годах в связи с развитием рентгеноструктурного анализа. Было показано, что графит состоит вот из таких слоев толщиной в один атом, которые получили это название графен. Однако, в 1935 году великий Ландау математически доказал, что существование целостной вот такой вот штуки толщиной в один атом невозможно. Если его выделить из общей массы, то он мгновенно должен распасться, деструктурироваться и так далее. Ровно в 1996 году я создал холодный способ деструкции графита и показал в составе полученных материалов свободные графены. Таким образом, суть открытия, суть открытия правильно называется, явление стабильного состояния графена вне кристаллической решетки. Вы слышали? Главная суть открытия. Открытие, явление. Дальше запоминаем, это очень важно, в своей Нобелевской речи, в главе, о веществе, которого не должно было быть, Гейм рассказывает про Ландау, про его предсказания математические. То есть, он говорит об этом. И в самой статье Нобелевского комитета говорится, что ученые не знали о существовании свободного графена вплоть до открытия Гейма и Новоселова. Вот это мы поставили точки, да? Когда я сделал это открытие? Суть которого следующая. Холодный способ, запоминаем. Это специальное вещество, и все на ухоу в нем. При смачивании графена, оно проникает в межслоевые пространства. И вы сегодня будете держать этот графен в своих руках, и вы не отличите его от обычного графита. Он может так лежать тысячи лет. Но достаточно инициировать процесс, холодная инициация, капельку вещества. Как это мое соединение, находясь в межслоевых пространствах, взрывообразно разлагается, отрывая при этом каждый графенчик. Что при этом происходит, опять заранее скажу. В общей массе графены, оказавшись рядом друг с другом, вот эти пограничные атомы мгновенно, естественно, соединяются друг с другом. Поэтому это графеновая масса. Между тем, множество их встречается и так слабо прицепленных, что если их посыпать на кремнии, то электростатические силы какой-то из них могут на поверхности оставить. Это мы о Нобелевской премии сейчас говорим. Что же произошло вслед за этим? Первый институт спектроскопии РОАН, изучив мое вещество, то есть вот эту массу углеродную, дали заключение. В общей массе состоит из ассоциатов графеновых и отдельных графенов. Это заключение института РОАН. Следующий, кто взялся изучать, институт криминалистики ФСБ России. За подписью Фисенко, директора института, доктор физико-математических наук, генерал-майор Анатолий Владимирович Фисенко подписал его. Из документа следует, данная углеродная масса состоит из графенов и их ассоциатов, то, что я сейчас показывал. То есть соединений? Да, соединений, графитовых пакетов. Так правильно для господина Гейма, сообщаю, называется, если два графенчика или три графитовые пакеты. Поскольку Гейм объявил, что существуют двухслойные графены и трехслойные графены, трехслойные графены, припоминается в литературе какое-то было высказывание, что свежесть бывает одна, она же и последняя. Графен — это графен, а два графена — это графитовый пакет. Но главное исследование, которым приступил Институт электронной техники МИЭД Владимир Кириллович Неволин завкафедрой. Это умнейший совершенно человек, который свою Нобелевскую уже одну пропустил до данных событий. И он взялся изучать. И он показал графены, впервые полученные. Мы сделали ряд публикаций. Мы изучали электроновольтные характеристики данного объекта. Что можно изучить? Вы как сюда присоедините контакты? Как это мог сделать Гейм? Я, когда я один в мире, обладаю технологией газофазное выделение и разделение металлово-платиновой группы. Я могу посрединочке накрыть, а с двух боков нанести платиноиды. И вы можете измерять эти характеристики. Газофазные, то есть все платиновые металлы я превращаю в газовое состояние, в газообразное состояние. Опять-таки, вот при этих температурах. Я уже упомянул, третий человек был, Владимир Кириллович Неволин, с которым мы публикации сделали. Это настоящий ученый. Внимание! Три года в этом университете, на стене, висело два портрета. Портрет Менделеева и Петрика вместе. Так они отнеслись к этому открытию. И однажды Владимир Кириллович мне говорит, «Виктор Иванович, а можно я передам вашей графене на изучение в Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов?» Там, где работал Новоселов. Я разрешил. 300 грамм было передано туда, моего сорбента. Новоселов покидает Россию и едет в Норвегию к Гейму. Имея на руках такие удивительные вещи, я не оказывался в Манчестерском университете. Пятый телевизионный канал заинтересовался и дал задание провести интервью с Петриком и подключить еще всяких ученых в диспут, чтобы выяснить все-таки эту историю с графенами Нобелевскими и прочим. Накануне, незадолго до этого, я получил просьбу от чрезвычайно важного чиновника, для меня можете догадаться, который попросил Виктора Ивановича, Гейм защищает министра образования и науки, за него вступился. Пожалуйста, не задирайтесь, не скандалите с ним. И когда Гейм произнес обо мне совершенно грязные слова, по-прежнему не выговаривая букву «Р». Вы наверняка слышали, что в России пытаются оспорить ваше первенство в изобретении графена. Это делает и Виктор Петрик, в пятницу он даже провел в Москве пресс-конференцию. И сейчас мы с вами можем услышать, что он там говорил. И тем более спустя 10 лет это сделали Новоселов и Гейм. Спустя 10 лет после моей разработки. Мое открытие о графенах, способных существовать вне кристаллической решетки графита. Вот что я открыл. Ну, это были слова Виктора Петрика, наверное, не всем неспециалистам, они, конечно, понятны. Ну, а что думаете по поводу его утверждений вы? Ну, в России всегда любили юродивых, их времена, я смотрю, не изменились. Но, конечно, в России существует интеллектуальная элита, которая, конечно, понимает всю эту бессмысленность. Нобелевская премия была дана не за открытие графенок. А если его открыли, скажем, в 1918 году, люди уже знали, что такое термически расширенный графит. Мы, во-первых, сделали из него приборы. Мы показали, что этот материал обладает уникальными свойствами. И мы привлекли внимание всего мирового сообщества к этому материалу. И не за открытие дана премия, а за открытие удивительных свойств этого материала. Я мог ответить им, потому что незадолго до этого этот человек, имеющий к науке минимальные отношения, ну, кому из школьников неизвестно, что в сильном магнитном поле, там, 17, по-моему, Тесла, вода повисает. А он подвесил лягушку и представил это как великое научное открытие. За что получил самую позорную премию в мире – Шнобелевский лауреат. Это официально все. Я ничего не выдумываю. Можете посмотреть в интернете. Он получил Шнобелевскую премию. Вот за подвешенную лягушку уже можно понять его научный уровень. Французы, когда наша девочка приезжала в Францию, домработницы там еще, называли их словом «шантропе» по-французски. Отчего в Советском Союзе было распространено слово «шантропа». Может, помните такое слово? «Шантропа». Оно переводится «петь не будет». Поэтому именую этого человека самым емким термином «шантропа». Это Нобелевского лауреата. Совершенно верно. А вы чуть позже посмотрите, как он обобрал мир. Как он обманул ученых. Какие гигантские средства направлены в абсолютно тупиковую и нелепую область. За все прошедшие годы ни в одной лаборатории мира никто не получил графен таким способом. За 10 лет после присуждения Гейбу и Новоселу… И никогда ни одна лаборатория не подтвердила, в связи с чем «шантропа» произвела следующее знаменитое действие. Он говорит, да у Петрика обыкновенный терморасширенный графит. А он вот это все обманывает. Внимание. Терморасширенный графит. Что это такое? Да, он так и говорит, известен 50 лет назад. Это правда. Что это такое? Графит обрабатывают серной, что неизбежно, и азотной смеси кислот, плюс мощные окислители. Потом требуется вот тут вот вдоль образуются соли, и требуется термоудар до 1000 градусов за 3-5 секунд. Происходит резкое расширение вот этих образовавшихся слоевых. Да, высушить его надо предварительно. И он рвет этот графит на часть. Графит на слои разрывается? Не на слои ни в коем случае, а на куски. Какие слои? А, то есть это не атомарная толщина? О чем вы говорите? У меня в межслоевое пространство заходит мое взрыв, способное к взрыву в разному разложению соединения. А там образуются соли этих кислот под действием еще дополнительных вкислителей. И вот эта смесь, Андрей Иванович, очень важно то, что я скажу, никогда не может быть применена к очистке воды. Вот почему. Неизбежное и пожизненное вымывание серы. Ну, конечно, это очевидно. Сера неизбежна оттуда. И применяются терморасширные графитки. Единственным. Сальники, спрессовывают какие-то сальники для автомобилей. Хорошие сальники. Но быстро изнашиваются. Это все. И вот он говорит, что у меня вот это. Но при этом он объявил о существовании окисленного графита, указывая путь через терморасширенный графит. И бедные ученые, которые получили гранды, а что-то жучить надо, пытаются изучать терморасширенный графит. Впервые за все время существования Нобелевского комитета выдана Нобелевская премия за проведенные эксперименты. Эксперименты, слышите? Не указано за открытие свойств, иначе их нужно было бы указать. Все премии даются за открытие явления или за открытие свойств. Но здесь нет ни слова. Он говорит, я привлек внимание ученых к этому веществу. Вот за что мне дали премию. Но я сейчас заявляю. И по сегодняшний день. Вы не представляете, какие силы брошены, чтобы повторить то, что у меня. Я являюсь единственным в мире человеком, который производит графены хоть в таком виде, хоть в таком, хоть в таком. И вы думаете, партия «Единая Россия» взяла и поверила Петрику. Вот, повторяю, три года Московский университет кафедры химии и Шевелов. Три года. Тридцать два заключения, вы не можете себе представить. Но, а мало ли, этот Петрик, он такой, что пробрался. А я никогда не знал, что где проводится. Или там еще как-то. Смотрите, наш фильтр под неизвестным названием. Через Швейцарию въехал в Германию в исследовательский институт. Чтобы потерять концы российские, и с Петриком концы, ничего я не знал об этом. Немецкий институт взял известных производителей. Прежде всего, свой Байер. Потом троих наших, российских, ну, для сравнения в России. И они провели сравнительные испытания. Была вода заражена по 27 показателям. Фирма Байер очистила по трем показателям. Другая фирма, там, Гейзер, по четырем показателям. Фильтры «Золотая формула» очистили воду по 22 показателям. Это вам не фирма «Росинка», не лаборатория «Росинка». Я всего лишь один пример привожу, с какой тщательностью все происходило. И был объявлен пилотный проект именно в Великом Новгороде. А потом провели статистические данные. По всей стране болело 14% детей в Великом Новгороде. Четыре гепатита, кишечная палочка. Все это уменьшилось в абсолютные разы, о которых я вам сейчас говорю. Это серьезно. Вот так случилось, что фильтры продаются. И как продаются. Тот-то однажды попробовал эту воду, и организм, он же умнюга, он просит ее. Вот я хотел сказать. Беда российской науки в том, что есть великие открытия, изобретения. Потом они вдруг оказываются, как гибридные двигатели, например. Появился в Японии сначала, а изобретение было здесь. Вы, как ученые, можете сказать, что то, что касается очистки воды, это может быть доступно вообще для людей, для народа? Моя миссия будет реализована. Рано или поздно человечество получит эту воду. Когда подкупленная лаборатория показала, Дафнии в воде Петрика погибают. Дафнии не живут. Дафнии это такие мукошки, которые в воде живут. Да, да, да. Внимание. Я не знал ничего об этом. Есть генеральный институт на эту тему. Институт токсикологии. ФГУП, институт токсикологии. Фильтры были переданы туда. И там приступили к экспериментам. Вы не представляете, какие мышей, если у нее есть токсические какие-то свойства, то это проявится. Опытов бесконечно много. Это очень важно, то, что я сейчас расскажу. Может быть, главнее. Мышей выпаивают месяц. Первый эксперимент. Сопротивление к гипоксии. В банках закрыты. Она дышит собственным воздухом. Это мышь, которая... Пила месяц, пила месяц в воду. Это первый опыт. И наша мышь живет. В два, в три раза дольше. Опыт следующий. Сопротивление к гексоналу. То есть это снотворное. Здоровый особь просыпается быстрее. Вы не представляете, какая разница. Восстановление прямолинейного движения после центрифугии. Там бесконечное количество экспериментов. Вы знаете, результаты были из токсикологии такие серьезные, что спустя четыре месяца повторили. Ее в качестве контрольной воду взяли Эвиану. Как самую достойную воду в мире Эвиану. Она из природного источника подземного. Ее делают в лабораториях. В два раза везде, в три раза. Наши показатели лучше. И выводы. Вода обладает адаптогенными свойствами. И передо мной встала чудовищная задача. А что же происходит-то? И вы разобрались, что это происходит? Да, конечно. Межмолекулярные связи в воде живут фемтосекунды. Она ничего не запоминает. В воде есть так называемые полезные нутриенты. Кальций и магний. Наш сорвент к ним не прикасается. Ибо если бы это было так, то мы получали бы трагический дистиллят. То, чем дурят сегодня население мира, предлагая обратный осмос. Были 22-летние исследования ВОЗ по воде и ее влияние на человеческий организм. И вот конкретный опыт. Строители, то есть переносящие ежедневно физические нагрузки, кирпич носят, еще что-то. И им давали дистиллированную воду. Через неделю они падали в обморок. Люди, это очень серьезно. Это очень серьезно. Я снова наживаю себе врагов, которые продают дистиллятные аппараты. Я не могу людям принести зло. Вы меня услышали? Да. И если я сейчас против кого-то в бизнесе говорю, то я это говорю не для того, чтобы кому-то вред нанести. Я всего лишь защищаю. Это моя миссия. То есть через эти фильтры проходят все полезные вещества для организма? Я вам клянусь, вы посмотрите все заключения. Кальций и магний, он не прикасается. Полезные нутриенты. Что за чудо? Да, химию этого процесса. Я, конечно же, попытался глубоко изучить, что происходит. Но назовите это чудо. Потому что ртуть, шмуть, но самое главное – это углерод с хлором, диоксины. Мы очищаем воду полностью. Рак растет. Я этой темой занят, как никогда сейчас. Особенно в Петербурге рак пищевода. А почему на первом месте? Вы поймите, водоканал сделал свое дело, но вода течет по трубам. Вы хоть понимаете, что там? Уже через полгода там вот такие наросты. Вскройте их, вы увидите. Это вот такие кристаллообразные наросты. Это все растет, и она загрязняется. К потребителю она приходит чудовищная. Но главная чудовищность – мы впереди. Я вам о ней расскажу, что самое опасное в воде. То, что мне удалось раскрыть. Ибо эксперимент, кроме животных, был проведен на людях. Испытания проходили на спортсменах Олимпийский резерв. Потому что они все были на сборах. Все ели одну и ту же кашу. Мы не могли не угладеть водки, попил и так далее. Все очень чисто. Он садится сегодня на велоригометр. И он осуществляет нагрузку. Скорость и время одинаковые. После чего врач измеряет скорость восстановления, физиологических параметров, пульс, давление. После месяца принятия этой воды спортсмены на 35% проявили большую выносливость. Вам как это? Стоялось витар-тарс большой доклад. Меня там не было, естественно. Все без меня происходило. Врачи, эти тренера выступали, докладывали об этом. Бездопинговые, он так и называется доклад, бездопинговые, тра-та-та. Повышение работоспособности спортсменов и прочее. К сожалению, учли бы это, поели бы наших спортсменов, сейчас бы все выиграли. Среди всей науки примерно 6% ученых. Все остальное – это научные работники. Это их предназначение. Он каждый день что-то измеряет до конца жизни, вдруг там в этом параметре найдет. Они очень узкие. Я знаете, как сразу выявляю? Я говорю, доктор, а вы читали сегодня «В химии жизни». Блин, там такое событие, Виктор Иванович, но я же физик. Все. Ибо сказано, Андрей Иванович, и не помянет один ученый о другом. Мы наших зрителей уже заинтриговали так, что мне кажется, что пора переходить к научным экспериментам. Вот и пришло время для эксперимента. Мы, когда с Владимиром, с оператором нашим и с моим другом приехали к Виктору Ивановичу, то мы первым делом, зная, что будет эксперимент с Кока-Колой, по ее осветлению через фильтр, мы купили сами вот эти бутылки с Кока-Колой в близлежащем магазине. И сейчас для того, чтобы залить вот этот фильтр, я сначала перелью Кока-Колу вот в этот сосуд и разболтаю от пузырьков. Вот первая бутылка, сливаю. Так, давайте это мы потом будем это все запивать. Так, размешиваем, чтобы избавиться от лишних пузырей, которые просто забивают фильтр. А сейчас приступим к первому эксперименту – осветлению Кока-Колы через фильтр, в котором находится тот самый знаменитый графин. Я начинаю наливать его. Жидкость должна пройти через фильтр, а мы будем делать параллельный эксперимент по получению, собственно, графина. Вот здесь на столе находится графит. Вот я могу вам показать, что это такое. Вот это как от карандаша, такие мягкие карандаши есть. И сейчас, Виктор Иванович, давайте покажите нам и зрителям, что же это такое графин и как его получают. Итак, это и есть тайна. Как видите, я не боюсь прикосновения рукой. Единственное, что этим не следует дышать. Слышите запах уже? Да, рисковатый запах. Это вредно. Геннадий, к окну. Так, господа, потрогайте. Потрогайте. Он совершенно сухой. Потрогайте сами. Сухой, да? Да. Прошу вас. Начало. Я просто высыпаю сюда. Специальное соединение, находясь в межслоевых пространствах, распадается взрывообразно, порождая нам то самое великое открытие. Да, это то, что нобелевские лауреаты назвали своим изобретением. Так вы видите рождение графена. Напомню, что графен – это атомарной толщины, пластинки, которые соединяются друг с другом и образуют вот такую губчатую массу. Я вам открываю. Нет, вам придется услышать запах, чтобы убедиться. Запах нефти, пожалуйста. Позвольте мне чуть-чуть капнуть. Вы слышите этот запах. Вот она. Здесь ничтожное количество микрограммы. Вы можете увидеть там, где она прикоснулась, если камера покажет. Вокруг смотрите, видите, образуется чистое поле. Вон вокруг, это она уже его втягивает. Можно соприкосновение. В условиях моря, ветерочек, волнение. Все, ваша вода. А к вам обращались? Обратите внимание, ваша вода совершенно чистая. Когда нашу транснефть возглавлял некий господин Вайншток, транснефть приобретала у нас. Смотрите, видите, нефти нету, она вся здесь. Приобретали у меня, когда ночью воруют нефть из трубы, просверливают, а сами уезжают. И вот эти разливы все убирались с помощью. А сейчас? Ну и потом мы полностью устранили крупнейший нефтяной разлив. Можете разместить фотографии, как это было сделано. Возле города Шауляй в Литве. А вот недавно был разлив всякой гадости. Мы приехали туда. На Таймыре, да. Мы приехали туда с нашим материалом и сказали, мы устраним катастрофу. Появились моряки и сказали, Бакан, а мне быстро отсюда убирайтесь. Почему? Не знаю. Это вопросы бизнеса. Внимание, теперь я встану. Вы увидите, как в Манчестерском университете берут вот такую штучку, вот она у меня в руке, смотрите, если ее сжать, видите, что получится. Не кладут на кремний. Здесь уже отделенные графеновые листики, с которых можно получить. А на самом деле вот так посыпают, вот так вот, смотрите, и скинул. И здесь электростатически графенчики прилепляются. Так они и получили мировую известность, которую сделал Шантропа, шнобелевский лауреат. Оскорбляю, потому что он произносил про меня самые грязные слова. Я же его не трогал. Чего ему от меня было надо? У вас, Андрей Иванович, взять в руки, для того, чтобы еще раз не поверить председателю комиссии полженауки, который говорит, сначала смочили фильтр, а потом налили кока-колу, она вытесняет чистую воду. Ну, сумасшедший дурдом, потому что жидкости смешиваются сразу, неважно. Возьмите в руки и скажите громко, сколько это весит, это ничто. Ну, вот, похоже на вообще что-то не знаю, ну, не больше 50 граммов. Совершенно верно, 45 граммов. Ставим. Сразу же погружаем сюда для приема воды. Потому что этот фильтр работает мгновенно. Смотрите, что мы делаем дальше. Внимание, все очень аккуратно. Мы берем все ту же нефть. Так. Наливаем некую порцию. Это, мне кажется, достаточно много, чтобы эту литровую бутылку загрязнить окончательно. Так. Берем бутылочку с чистой водой. Выливаем сюда нефть. После чего я начинаю сюда выливать водичку. Внимание. Теперь смотрите. Нефть постепенно всплывает. Вода там, какая-то очищение происходит. Поэтому. А это что? Трогайте. Трогайте руками. Песок, грязь с улицы. Вы сказали набрать грязи. Но можно я не буду на вкус пробовать эту грязь? Нет, нет, нет. Для чего я это делаю? Чтобы нам получить настоящую эмульсию. Эмульсию. Которую уже трудно чем-нибудь. То есть, мы затрудняем себе условия опыта. Вот она эмульсия. Вы что, хотите сказать, что я эту эмульсию буду пить? О, yes. На это мы посмотрим, Виктор Иванович. Хотя я был испытателем, когда работал на заводе «Звезда». И я испытывал, вообще говоря, аэрокосмическую технику. Но пить эмульсию мне не приходилось. На центрифугах крутился. Что тут? В термобарокамерах сидел, но эмульсию не пил. Да, точно как на МПЗ пахнет. Рядом с рептификационной колонной себя ощущаю. Параллельно, вы видите, продолжает капать кока-кола бесцветная на дно сосуда. Вот процесс ускоряется. Но вернемся к эмульсии, которую Виктор Иванович хочет заставить меня пить. Так, а что, сейчас должна начать капать вода? Обратите внимание, она... Уже капает. Она даже не капает, она льется. Но пахнет нефтью. Нет, это отсюда. Да. Вы сейчас убедитесь, подойдете к окну, что отсюда нефти не будет. Андрей Иванович, я подчеркиваю, Самое опасное, что сегодня в воде существует, это углерод-хлормолекула. Чудовищной опасности, представляющая собой, прежде всего, имеющая канцерогенное значение. И это ничем не очищается. Это граждане пьют. И удивляются всевозвращающему количеству раковых заболеваний. Андрей Иванович, продолжайте. А я показываю, что такое сверху, вот эта эмульсия. Андрей Иванович, присаживайтесь, сейчас сороковой час. Кока-кола продолжает истекать чистой водой. Все там чудесно. Так, мы добавляем. Наверное, будет еще больше желающих попить бывшие нефтяной эмульсии с грязью. Поэтому Виктор Иванович добавляет еще. Хорошо идет, вот зритель, вон вся нефть туда пошла, смотрите, пускай, видите? Вся нефть уходит в фильтр. Видите, как она падает? Час настал. Позвольте, я понюхаю. Но не пахнет ничем. Нефтью не пахнет. Абсолютно ничем. Вот посмотрите, кстати, абсолютно чистейшая вода. Вот я смотрю на нее. Можно я сделаю вот что? Включаю фонарь. Посмотрите. Вы видите вода? Я, признаться, поражен. Ну а сейчас пришло время Че. Момент истины. Мы будем делать вот это. Я уже не буду говорить на бурдершаве. Я лично пью. Господи, вы сейчас скажете, какая же она вкусная. Помните, как Никита Михалков показывал в фильме? Выбивал стакан водки и опрокидывал его, что все осталось. У меня несколько капель выпало из стакана, но ничего. Я вам хочу сказать, что вкус воды просто потрясающий. Особенно если посмотреть на исходник. Ну а сейчас уж совсем для чистоты эксперимента я попрошу нашего, моего друга Владимира Соловьева присоединиться к двум и стать все-таки третьим. Потому что без третьего в России не пьют. Андрей Иванович, вы сейчас реально участвовали в опыте величайшего изобретения. Вот это абсолютно иррационально. Слышите? Абсолютно. Ведь здесь и легкие фракции, бензиновые фракции. Чего здесь только нету. Но эту воду сдавайте на анализ. Вы вообще не обнаружите углеводороды. Да нет тут никаких углеводородов. Я же только что выпил целый стакан. И, кстати, вот... И у нас с вами на губах же нет следов нефти никакой. Здрасте. Все фильтры в мире пишут, какие-то счетчики ставят, когда нужно его выключить. Потому что забылся, и там потекла грязь. Вы будете пользоваться нашим фильтром, и вы все увидите. Когда срок действия заканчивается, он самозапирается. Почему? Учитывая то, что он реально забирает каждую постороннюю частицу, пространство становится все меньше и меньше, и вода вот уже каплет. Некоторые хозяйки ждут двое суток, пока стакан накапает, и он остановился. Счетчики не нужны. И все внятно, все, что я рассказываю. И все логично. Понимаете? Если ты реально из воды забираешь таким образом, что, когда вы сдадите анализы, цветность ноль. Мутность ноль. То куда-то же это делалось, мутность. Она осталась в фильтре. И рано или поздно, он объявляет вам, с меня хватит. Итак, наш сорбент обладает двумя свойствами. Первое. Он из воды, как показано, многолетние и во многих странах проведенные эксперименты, любые вирусы. Прекрасно. Вторая часть. Вы помните эксперименты с удаленными у крыс почками? При удалении почек наступает стремительная интоксикация уремическая, из-за чего животное очень быстро погибает. Наши жили в три раза дольше, которые ели сорбент. Это говорит о том, что этот сорбент из желудка забирает интоксиканты. Что такое длительное и плохое самочувствие после вирусного заболевания, в особенности после COVID? Это интоксиканты. COVID, попав в ротовую полость, именно это место его размножения, не в легких, господа. Мгновенно размножается в слюне, в слюнные железы. Оттуда по вертикали идет в желудок. Оттуда раздается во все органы, отравляя весь организм. И когда у человека COVID закончился, а он месяц, два, а порой и три, отходит от этого. И слабость, и головные боли. Это интоксиканты. Итак, обладание этих двух свойств говорит о том, что в мир пришел энтеросорбент с абсолютно уникальными свойствами. Вот она, Кока-Кола. Позвольте, я прокомментирую. У нас нет времени, чтобы дождаться, пока будет очищена вся. Один литр. Будете ли вы ее сейчас же пробовать? Буду. Безусловно, к сожалению, она будет сладковатая чуть-чуть. Значит, вы больше не услышите там никаких признаков этой кислоты. Естественно, она будет просто, как вода, чуть-чуть сладенькая, поскольку в КОЛе есть растворенный сахар. Наливать? Да. Наш фильтр обеспечивает наливание, то есть наш фильтр обеспечивает наливание, не вынимая картридж. Он не разливайка. Но в данном случае очень много в посуде. Так. Отодвигаем. Как-то все очень неаккуратно. Наливаю вам очищенную КОЛу. Вы были правы. Вон она бежит, чистится. Ну, это уже будет второй стакан. Один был стакан с нефтью, а этот стакан с КОКА-КОЛой. Ну, запаха никакого не чувствуется абсолютно. Да откуда же ему взяться? Хотя от КОКА-КОЛы, сами понимаете, запах всегда присутствует. Ну, привкус такой КОКА-КОЛы, ну, какой-то чистый и такой без газов, без всяких, он присутствует сладенький, но преобладает все ж таки вкус воды. Причем она какая-то вода такая насыщенная и лишенная каких-то, знаете, как наждачной бумаги, которая присутствует в КОКА-КОЛе, как всегда. Наждачная бумага – это фосфорная кислота, достижение. Ага, здесь, значит, никакой кислоты не чувствуется? Ее нету, ее нету, все убрано. Мы говорим сейчас о главном механизме электростатика. По-другому эту молекулу не вытащить оттуда жженого сахара. И на этом принципе построено все остальное. Вирусы, все другие загрязнения, за исключением нутриентов, кальция и магния. Тысячи заключений мировых, тысячи, которые все в вашем распоряжении. Но какие заключения? Если вы видите вот эти фотографии графенов, прошу прощения, это американские университеты. Вы сейчас видите этот Майбах, это личный подарок Джорджа Буша. Такое внимание было. И то, как защищал он меня. Но, увы, мир так построен. Попробую вам напомнить, никак себя не сравнивая. Попробую напомнить вам слова великого Леонардо да Винчи. И за труды свои, пинки, удары и оскорбления получите. Мой мозг мне говорит, история на твоей стороне. Успокойся. Ну что ж, Виктор Иванович, спасибо вам большое. Как сделать так, чтобы не только мы с вами ощутили вот все эти чудеса, но чтобы каким-то способом, каким-то образом это попало людям, народу. И чтобы не повторилось то, что произошло несколько лет назад, когда партия власти взялась была за проект «Чистая вода», но в силу каких-то обстоятельств это не состоялось. Позвольте мне заключительное слово. Так. Чрезвычайно важное. Священнослужители, какого уровня я вам пришлю видео, которые пользовались водой моей, они пришли к решению создать специальный объект, кувшин, который бы мог быть представлен для, как вы знаете, многотысячных паломников. И у них в трапезных они стояли, и стояло видео, чтобы все видели, как это очищает и прочее. удар просвещение. Но. Случилось ковид. Все сорвалось. Ко мне была просьба дать название. Непрямое. Нельзя, чтобы там ангел, ну понятно, непрямое. И вместе с тем, чтобы это ассоциировалось как-то. Фильтр назван именем Аксиус. Всего лишь с греческого достойный. Но это восклицание, которое произносится, когда священника поднимают в чине, когда зал восклицает Аксиус. Наш фильтр назван Аксиус. Для меня было бы честью, чтобы этот фильтр, это мой подарок за ваше внимание, еще в те годы проявленные, когда мы не знали друг друга, чтобы он стал вашей собственностью. И чтобы вы... Моральный. Почему? Материальный. И чтобы вы имели свою структуру и представили его всем тем вашим поклонникам, которые вас смотрят, которые будут счастливы его получить и давать своим детям настоящую воду. Вода – это все. Вы сами знаете, что такое вода. Все наши обменные процессы, наша жизнь, наше здоровье. И когда мне исполнилось 70, дай подумал я в сердце моем испытание радости супружеской измены. Так эта вода действует. В том числе. Я всю жизнь мечтал написать настоящую фоку. И я ее написал. Позвольте, продекларирую. И вся трагедия, и вся невозможность, все представлено в этих словах. то дойдет до калитки, то снова откроет окно любовь старика. Расширь границы Ютьюба. Шагни на полосы электронной газеты Андрея Угланова. Первая ступень. Сайт аргументы.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин